ну снимаю вторую часть разборки автомата трехфазного как вы помните мы вам один убрали разобрали и оставили еще типа на двухполюсный автомат ну я не буду взвешивать по отдельности потому что у меня у такого автомата сгоревшего дохрениче и мне точно такой автомат вот уже упакованный разобранные все три части при полюсе и сразу мы это сейчас все взвесим и разберем сколько тут пластмасса сколько металла сколько меди и заодно мы сравним вот я разобрал трехфазный автомат и некстовский сколько он это c2 ампера и мюллер мюллер еще старого образца пл не вижу c20 пл5 или пл6 c25 3 написано что он сделан в австрии и сравним чем отличается и некст от иека и от мюллера австрийского по содержанию внутри всякой сране вот я принес весы специально для этого сейчас распакую и заодно научимся и весами этими пользоваться как я рассосовал по пакетикам ну поправку на вес пакетика давать не давать может и давать или высыплю без пакетика тут у нас пластмасса корпус я не буду взвесывать это у нас металл это он ну тут еще и биметаллические пластины какие-то хрен его знает что там составит это рыжая оказывается это металлическая у меня где-то был магнит я им проверял это у нас медные части даже у нас есть кое-что бронзы где что это меня этот виталик там он работает в одной организации которые торгуют этими автоматами он рассказал мне где что это ну в принципе вы можете загуглить этот состав автоматического выключателя из чего он состоит и там вы увидите как эти все фиговины называются из чего отключился перезагружаем этот вес и на придется его короче высыпаем пластиковую фигню так получается у нас видите 19 грамм это надо взять листик с бумажкой записать что внутри корпус я еще как бы вы поняли не считаю в общем 19 грамм пластмассы которые мы для чего будем использоваться какие они яркие красивые можно их использовать через скрепочку продеть и использовать и делать из них эти елочные игрушки так куда мне теперь это временно пересыпать чтобы она не мешала вонючая банка о стаканчики кофейные так в общем 19 грамм так теперь бронзы у нас вот такая но это мне сказали что это бронза я в этом сказали что вот эта фиговина типа бронзовая не медная виталик ее царапал сказал что это бронза сколько здесь у нас бронзы автомат напоминаю вас 4729 яковский трехфазный c16 ампер 4 грамма бронзы 4g бронза так но это можно и убрать сразу там можно так медь вот такие фиговины сказали что не медная сейчас покажу вам там мед цвет не красный а какой то непонятно маленькие зеблопки сейчас кстати пакеты такие попропадали в мете дураго стоит и вот эта фиговина но это понятно как так 31 грамм меди и я приносил стаканчивый может не выступать а сделать поправку на пакетик у нас тут раз два три пять пакетиков сколько интересный пакет весь а два пакета меньше грамм ладно я думаю пакетики все вместе взяты будет в районе одного грамма но с учетом не только это пружинка улетела в сторону я ее не смог найти поэтому я думаю это пакетики мы не будем учитывать 116 грамм пишем железо хотя там не только железо но еще всякая фигня другие магнитные стали но вот как бы теперь мы взвесим содержание всякой срани в других автоматах которые я анонсировал и проверочный пластик кронастик и этот три пакета всего 172 грамма в смысле цвет нет нет цвет нет чермет и 3 пластик 172 грамма сейчас проверим 19 4 23 и 31 54 из 116 это будет сто семьдесят грамм а мы тут взвесывали это 172 грамма сейчас я все засунул ничего не потерял какая-то там мелкая поправка и есть потому что 160 170 ну короче когда по отдельности 172 грамм не сейчас проверю если это весит 2 грамма значит у нас висит точная потому что я их включал перезагружал вот она это часть корпуса вот чтобы я запомнил вот видите у вас 47 29 яйца значит оно должно весить 2 грамма ну хрен его знает ну примерно в рамках погрешность следующий у нас автомат который и мцб стандарт c2 трехфазный и next of sky автоматы видите уже другая фигня ладно мне надо просто сейчас посмотрим что в нем находится мцб про он круче в описании будет правильное название так смотрим что тут внутри пластмасса это пластмасса которая внутри находится корпус я не взвешиваю так получается тут как табличку сделать это иек это и next 20 грамм пластика ну почти похоже в иеке трехфазном автомате было 19 грамм следующий металл это у нас металл это у нас медяха это бронза это металл биметаллический нахрен его знает это тоже металл оказался и эти фиговины металлические вот биметаллические пластины которые fpa 206 7 это нержавейка я думал это не металл что может какой-то но мне виталик сказал что это н нержавейка то есть металл то хрен с ним будем считать это как металл итого 106 грамм железа против 116 в и next и лично бронзы бронзы вот такие фиговины оказались бронзовые 8 грамм бронзы в два раза больше и медяхи тут пружины такие видите бы мощно 36 грамм меди то есть в и next и цветного металла больше кстати можно потом этот и и посчитать этот сколько шо стоит контрольное взвешивание суммарное 169 грамм 170 ну 169 грамм то есть за счет черного металла и next оказался чуть-чуть на 3 грамма легче суммарная внутренняя начинка чем этот как его иековский 247 29 и теперь третий автомат трехполюсный мюллер австралий спал pr5-25 дробь 325 ампер трехполюсный если и next и нет китайские внутренности пластиковая дизайн был похожи полей лично я забываю включить у австрийцев посмотрите совсем не похожи внутренности своя конструкция свой собственный ну в общем по-другому все сделано это пластмасса которую мы потом будем использовать как елочное украшение может я сниму видео может еще мы видим 20 грамм пластиковых изделий внутренности 19 по массе такое же самое практически какие у этих как у остальных автоматов на практически не отличается так металл это металлические изделия не такой есть маленький магнитик которым я проверяю черный металл 145 грамм увидите по железу он намного тяжелее если уеке было 116 и next 106 у у вас 30 в 145 грамм у вас 30 в 145 грамм медяха гитарик сказал тут бронзы никакой нету тут одна медь и что мы видим а мы видим 64 грамма меди против тридцать одного и тридцати шести уеки и венекс ты даже с учетом то что там была бронза то есть тут и металла больше и этого больше и меди больше и значить автомат внутренная начинка намного тяжелее сейчас я перепакую и взвесил все вместе вот что и требовалось доказать самарный вес австрийского автомата двести тридцать грамм а типа 170 на 60 грамм тяжелее трехпазник вот берете покупаете и на вес чем тяжелее наверно тема наилучая ну это я обработаю этот я думаю цвет медь и бронзу объединю этот и форме или таблички или в описании напишу вот такой цветной выхлоп нам по автоматом трехпазникам и да и в первую части я как его разбирал хотите посмотреть вообще это такая успокаивающая нервы штука вот это разбирать это и взвешивать это оно как бы психику вот это так что лечит нервишки успокаивает это не надо не это всякие там сердечные пилюли пить если какие-то неприятности или или у вас приступы паники мало ли что если вдруг что-то что-то случилось ну вы поняли что случилось этот не надо куда-то там водку пить или этот пилюли глотать валерьянку срочно бежите за шуруповертом и вытащите какой-то электроприбор и давайте его разбирать оно это вам поможет всем всего хорошего с вами был я кстати вот у меня этот емцб стандарт в разрезе это ребята разбирали нужно было из трехполюсника двухполюсник им тоже сделать вот такой вид и вот я приложил рядом это и ековский вот это и на экстанском видите они очень даже похоже по дизайну